Лев Гумилёв, этногенез и биосфера Земли. Вступление. Мой голос. Помню, когда я был ребёнком и увлекался Майн Ридом, одна весьма культурная дама сказала мне, «Негры — такие же мужики, как наши, только чёрные». Ей не могло прийти в голову, что малонезийская колдунья с берегов Малаиты могла бы сказать с тем же основанием «Англичане — такие же охотники за головами, как мы, только белого цвета». Я стал изучать историю, понимая, что запомнить все исторические факты, бывшие за всё время существования человеческих обществ, невозможно. Но всё же, когда и при каких обстоятельствах можно верить словам, верить историческим источникам? И тут я задумался, что историю нужно изучать как естествознание, отделяя факты, наблюдаемые и существующие, как эмпирическое явление, и оставляя в стороне все разные толкования событий, к которым так склонны европейские писатели. В конце 1470-х годов Леонардо да Винчи превратился в универсального гения, который занимался изучением абсолютно всего на свете. Он считал математику образцом научной доказательности, предметом последнего аргумента в доказательстве. Это уже был шаг в 20-й век. Но до этого в Венеции, замечательной морской и картографической республике, напечатали «Начало Эвклида», ставшие настольным учебником мореплавателей и авантюристов. В 1487 году Бартоломео Диаш поплыл открывать Индию и обогнул Африку, где открыл на просторах океана мыс Доброй Надежды. В 1492 году Колумб достиг Америки, и в том же году немецкий картограф и географ Мартин Бехайм изготовил первый географический глобус «Земное яблоко», на котором была расчерчена земля со всеми ее фантастическими очертаниями. Колумб 12 октября того же года назвал острова южнее Флориды Сан-Сальвадором и первым из европейцев описал явление магнитного отклонения в западном полушарии. В 1498 году Васко де Гамма обогнул Африку и достиг Индии настоящей, в которой как раз в этом или начале следующего столетия математики-индусы уточнили значение числа π, что европейцы Лейбниц и Ньютон подтвердили только в XVII веке. В 1500 году португальцы-братья Картериаль открыли полуостров Лабрадор в Америке, Канаде. Через несколько лет португальцы открыли Мадагаскар, затем Цейлон и попали в Индонезию. Испанский конквистадор Нуньес де Бальбоа пересек Панамский перешейк и открыл Тихий океан с запада. Португальцы достигли Южного Китая, открыв Гуандон, Кантон. В том же 1519 году Магеллан отплыл в кругосветное путешествие, которое закончил его офицер Эль Кано 6 сентября 1522 года. А испанский конквистадор Эрнан Кортес завоевал Мексику и через два года штурмовал город Теночтитлан. Почти миллионный город, столицу Ацтеков. Несколько позже Писарро завоевал империю инков в Перу. Так за 30 лет открытия изменили радикально представление о Земле. Оказалось, что древние источники, бывшие до того самым надежным источником информации, лгали. Иногда эта ложь была неумышленной, иногда результатом недопонимания, а иногда злостной мистификации. С карты мира исчезли амазонки, великаны, карлики, псоглавые люди, единороги и драконы. Но земля не обеднела. Были открыты ацтеки, инки, эскимосы, полинезийцы, бушмены, тамилы, пигмеи и многие другие. Индия и Китай перестали быть странами чудес, но их подлинная жизнь оказалась интереснее самой пылкой фантазии древних авторов. Выходит, что верить им надо было с осторожностью и читать их с толком. Но ведь даже в наши дни есть охотники искать Атлантиду по социальной утопии Платона. В 1543 году изменилось и небо. Коперник доказал, что Земля не центр Вселенной, а шарик, вращающийся вокруг Солнца. Прекрасный повод для скромности, но свыше 200 лет люди не могли к этому привыкнуть. Да и сейчас еще есть такие, которые считают, что живут на неподвижной Земле. Но это уже единицы. Но ведь это было только начало. 1525 год. Великий Дюрер напечатал наставление об измерении с помощью циркуля и линейки. Возникла начертательная геометрия. Тарталья разработал теорию баллистики. Везалий открыл науку анатомию. Штифель приблизил открытие логарифмов. Кардано и Феррари вывели математику, особенно алгебру, в науку наук. Все эти открытия, как и открытия физики и химии, были сделаны путем наблюдений и иногда эксперимента, без посредничества первоисточников. Гуманитарии потеряли физику, астрономию, географию, зоологию, ботанику, даже лингвистику и политическую экономию. Остался последний бой за историю и этнографию. Долгое время история находилась на уровне хроники, простой записи наблюдаемых фактов. Сами хронисты не нуждались в критическом подходе. Они описывали только то, что поражало воображение. Но ведь и нас поражает сегодня не то, что есть постоянно, но то, что явилось вдруг. При расследовании преступления проводят экспертизу и не просто верят свидетелям, часто весьма заинтересованным в том, чтобы их версия была принята, а проводят собственный эксперимент. Могло ли так быть, как говорят свидетели? Пока в истории речь шла об отдельных фактах, всегда незаурядных, ибо только такие факты и отмечались летописцами, возможность построения эмпирического обобщения была нереальна. В естествознании тоже единичное наблюдение воспринимается критично. Оно может быть случайным, неполным, искаженным обстоятельствами, в которых находился наблюдатель, и даже его личным самочувствием, и тогда его опыт перепроверяется. И в опыте ошибки возможны. Опыт может быть не чистым, данные искусственно подогнанными, научный артефакт, не все приходящие компоненты учтенными. Но все эти недостатки компенсируются большим числом наблюдений, и неизбежная ошибка лежит в пределах допуска. Иначе говоря, она столь мала, что ей не только можно, но и нужно пренебречь. И если историк или этнограф встанет на этот путь, он получит столь же блестящие перспективы, какие уже имеют биологи, геологи и географы. Пусть исходный элемент исторического исследования — эксцесс, появление римлян — случайность, французов — случайность, русских — такая же, в общем, случайность. Могло появиться нечто иное. Если эксцессов набрать много, они будут поддаваться классификации, а если еще больше, то и систематизации, а тем самым дадут материал для эмпирических обобщений. Этим путем в XIX веке пошла палеонтология и историческая геология, которые изучают именно прошлое, руководствуясь принципом актуализма, согласно которому законы природы, наблюдаемые сейчас, также действовали в прошлом. Такой способ проверки исторических источников, понемногу принимаемый на вооружение лишь в наше время, можно назвать криминалистическим. Потому что если бы наши следователи, подобно инквизиторам эпохи Возрождения, только верили словам свидетелей и лжесвидетелей, не учитывая реалий, вроде алиби или прямых наговоров, то они из блюстителей закона превратились бы в орудия лжецов и плеветников. Поскольку юристы выработали методику проверки сообщаемых им сведений, то историкам полезно заимствовать их приемы для внутренней и компаративной критики источников. Отмеченное отмежевание гуманитарных и естественных наук не дает права на предпочтение одних другим, ведь именно гуманитарные науки обогатили современное человечество информацией об иных культурах, как современных эпохи европейского просвещения, так и мертвых. Именно это время, 15-16 века, переполненное жестокостями и преступлениями, ныне называется Возрождением. И хотя гуманитарии приучили читателей, жаждущих знания, к вере в источники, историческая критика, сопряженная с естествознанием, позволила ограничить веру сомнением, в результате чего наука и история стала обладательницей огромного количества уже не просто сведений, а проверенных фактов, то есть элементов в любой сложной конструкции. Беда была лишь в том, что в истории не было скелета науки, принципа классификации. В любой обобщающей работе факты излагаются просто в хронологической последовательности, вследствие чего плохо поддаются запоминанию и еще хуже интерпретации. Наука и история была до начала 19 века рассчитана на плохих учеников. Физика, химия, астрономия и космография преодолели аналогичные трудности, использовав математику как язык. Но зоология, физическая география и историческая этнография не позволили применять к себе математическую символику. Нельзя думать, что все явления, доступные научному объяснению, подведутся под математические формулы. Об эти явления, как волны об скалу, разобьются математические оболочки, идеальное сознание нашего разума. Сноска. Высказывание Владимира Ивановича Вернацкого. Конец сноски. Но преклонение перед математикой в начале 20 века превратилось в своеобразный культ, отвлекший много сил от поисков действительного решения проблемы. И еще одна трудность. История – наука о событиях в их связи и последовательности. Когда предметом изучения являются такие грандиозные процессы, как развитие феодализма или капитализма, то отдельные события, даже цепочки их, обрывающиеся в течение одного-двух веков, не искажают хода процесса. Но когда речь идет о коллизиях соразмерных срок у человеческой жизни, то значение события растет, а возможности взаимной компенсации сокращаются. Значит, непротиворечивая дефиниция термина «события жизни народа» необходима. Однако кроме событий, тщательно фиксируемых хронистами, есть нечто, где событий нет. Это фон, который можно считать гомеостатическим или спокойной линией развития, на которой события являются зигзагами, случайными отклонениями, затухающими во всепоглощающем времени. Этот фон тоже требует точного определения, ибо он – постоянный свидетель, инвариант, и, следовательно, нулевая точка отсчета любого из зигзагов. А зигзагов в истории набралось предостаточно. В самом деле, подавляющее большинство людей живет, либо не участвуя в грандиозных событиях своих эпох, либо участвуя в них пассивно, под давлением обстоятельств, но события влияют на таких людей всегда, поэтому позиция безразличия к ходу истории более губительна, нежели риск, на который постоянно идут пассионарии. В XIX веке такой постановки проблемы не было, потому что не было способов ее решения. В XX веке они появились. Системный подход Бертоланфи и учение Вернацкого о биохимической энергии живого вещества биосферы. Сноска. При системном подходе объектом изучения являются не предметы или элементы, слагающие целостность, а связи между ними. В дискретной системе количество элементов может меняться, но пока существует определенный характер связей, система устойчива. Бертоланфи. Общая теория систем. Критический обзор в книге «Исследования по общей теории систем». Москва. Издательство «Прогресс. 1969 год». Садовский и Юдин. «Задачи, методы и приложения общей теории систем и их значения для биологии» в книге «Проблемы методологии системного исследования». Москва. 1970 год. Владимир Иванович Вернацкий. «Химическое строение биосферы Земли и ее окружение». Москва. 1965 год. Конец сноски. Эти два великих открытия позволили дать описательное определение категории этнос и обнаружить его место среди смежных наук, истории, географии и биологии. Сноска. Лев Николаевич Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. Москва. Винетим. Выпуск 1. 1979 год. Номер 1001. Выпуск 2. 1980 год. Номер 3734. Выпуск 3. Номер 3735. Конец сноски. Оказалось, что этнос – процесс настолько медленный, что он фиксируется не визуально, а ретроспективно, путем применения истории. Но ведь горообразование идет еще медленнее, однако фиксируется исторической геологией. Итак, мы пришли к выводу, что различие между гуманитарными и естественными науками, столь резкое в средние века, ныне не принципиально, а скорее стадиально. Вернадский еще в 1902 году отметил, что в XVIII веке работа натуралистов геологии и физической географии напоминала методы и приемы, царившие еще недавно в этнографии и фольклористике. Это неизбежно при данной фазе развития науки. Сноска. Вернадский. Указанное сочинение. Страница 200. Конец сноски. За истекшие 80 лет созданы новые теории и подходы, иногда мертворожденные, расизм, часто неубедительный, фрейдизм или малообъясняющие, диффузионизм или противоречащие фактам, функционализм. Всего не перечислить. Причина такого странного размежевания наук глубока, но и она описана Вернадским, назвавшим ее бессознательным научным дуализмом. Он разъяснял этот тезис так. Под именем дуалистического научного мировоззрения я подразумеваю тот своеобразный дуализм, когда ученый-исследователь противопоставляет себя сознательно или бессознательно исследуемому им миру. Получается фантазия строгого наблюдения ученым-исследователям, совершающихся вне его процессов природы, как целого. Страница двухсотая. Науку же, какой бы она ни была, естественной или гуманитарной, всегда интересуют люди, массы, как говорили еще недавно. Но эти массы — живые люди, и они ведут себя в истории соответственно тому стереотипу, который сложился у них за время их сожительства с окружающим ландшафтом. Земля не только кормит, земля и губит. Губит за неразумное обращение с ней. А ведь неразумие может быть связано как с перенаселением и желанием изменить территорию, так и с варварством, которое заключается в хищническом использовании земли как собственности, которую нужно эксплуатировать, получать скоротечный доход. Далее у нас пойдет речь о насилии над землей. Уже в конце IV века оборона римских границ после гуннов трещала по швам. В начале V века в пределы римских провинций по линии Рейн-Дунай втекли германцы, остатки иранских племен и славяне. Это были готты, вандалы, бургунды, свевы, аланы. Описание этих племен как многочисленные тьмы – неправда. Их было мало, но они были носителями пассионарности, заряженности энергии биосферного толчка I-II веков нашей эры, происшедшей по линии Южная Скандинавия, Восток Европы, Восток Средиземноморья. Каждый элемент этих пассионарных этнических систем думал не о себе. Не только о своей шкуре и выгоде войны, но и о своем племени, семье, вожде, славе и грядущем. Видение смерти для них не было безразличным. И, в отличие от изнеженных и славовольных последних римлян, олицетворявших собой культурный миф о Великом Риме, они думали о смерти героической и целенаправленной, то есть не индивидуальной, но окрашенной силой своего этноса. И вот что далее случилось. Этногенез был стихийной силой. Но и природа, в которую втиснулись новые пассионарные племена, была не подготовлена для новой для себя роли. Быть подчиненной и исчерпанной новыми пришельцами, завладев прекрасными берегами Средиземноморья, долинами рек и возвышенностями, на которых в дальнейшем угнездились замки феодалов, обитатели недавних прибалтийских смешанных лесов и новороссийских причерноморских степей, где вдоволь было дичи, обнаружили, что они не приспособлены к жизни в новых условиях. Вести изнурительное хозяйство на римских порцельных, то есть микроскопических, но емких участках они не умели и не хотели, но, будучи победителями, брали все самое лучшее. Они снимали урожай, не прикасаясь к труду, и это долго продолжаться не могло. Да и более того, эксплуатация природы без участия аборигенов была просто невозможна, поэтому варварские королевства V-VI веков, оказавшиеся цепкими и хищническими в преследовании своего интереса, получились некрепкими, нестойкими и неуступчивыми в отношениях с покоренным населением. В VI веке византийцы, создавшие боеспособные армии, сокрушили вандалов и остготов. Вестготы оказались в изоляции. В VII веке арабы, самая мобильная армия того времени, подчинили себе Африку и Астурию, то есть территории, где древние ландшафты подвергались влиянию римской цивилизации минимально. Рим уничтожил леса и пастбища в Африке лишь до гор Атласа, а в Испании — прибрежья и оазисы в устьях полноводных рек. Но арабы изменили давление на соотношение природы и этносов, и так уцелели наиболее древние этносы — Дерберы и Баски, то есть жители Астурии и Басконии, и жители гор и долин Атласа, современного Алжира, где сохранились до настоящего времени наиболее выносливые кочевники Старого Света. История полезна только тем, кто ее выучил. В обратном случае обывательский здравый смысл провозглашает губительную концепцию покорения и преобразования природы. В 1880-1890 годах американцы, уже победившие индейские племена окончательно, рассматривали природу прерий как будущие плацдармы преобразования природы. Антрополог МакГи писал, что подчиняя диких животных, человек сохраняет лишь тех из них, кто может быть приручен. Остальные должны быть уничтожены в интересах человека, то есть городского и фермерского обывателя. Самое замечательное, что с совершенно противоположной концепцией выступили индейцы Сиу, утверждавшие, что дух земли творит то, что неделимо. Со всем сущим на земле нас связывают узы родства. Неграмотные индейцы придерживались передового биосферного мировоззрения, что так сегодня привлекает американских экологистов и просветителей из университетов. Но ведь сто лет назад воззрения диких американцев, завоевателей Запада, считались цивилизацией. Ведь это победители над Сиу проповедовали, что человек проявляет свою божественную роль и силу протестантской этики, изменяя насильно лик земли, уничтожая то, что не должно расти и развиваться, сделав природу лучше. Последователи-мичуринцы в Европе и в СССР следовали только подобным идеям наступательной этики, желая преобразовать природу, сделав в ней как можно больше искусственного. У нас вообще посчитали, что человеку лучше жить в стеклянных дворцах под алюминиевыми крышами, в искусственных садах и полях, и в эту ахинею очень долго верила интеллигенция, начиная с Николая Гавриловича Чернышевского. Перестройка природы дорого доставалась победителям. Так было с американскими колонистами, где они уничтожили природный биоценос, с гибелью которого и гибли индейцы, составляющие с природой неразрывное целое. Резервации — американское изобретение, но в конце своей жизни академик окладников, видя гибель наших малочисленных северных народов от рук победителей нефти, газа, алмазов и золота, предложил отдать земли, занятые нашими колонистами, в руки самих народов, устроив для них резервации. Не вышло. Победа над природой и природными биоценозами, в которых оставались еще частью их малочисленные народы с севера, Алтая, Дальнего Востока, привела нас всех к перестройке и осознанию исчерпанности ресурсов Земли. Но это не послужило предостережением для победителей, потому что изменять природу не хватило денег и умения. Но сама прогрессивная идея переделки человеческого организма и всего, что связано с природным биоценозом, остается. Подобные коллизии возникали неоднократно, но биосфера находила выход из тупика. Природа восстанавливается подчас быстрее, чем история, и медленнее всего меняются убеждения историков и географов. Можно вовсю цитировать Вернацкого, но при этом оставаться тупым прогрессистом или эволюционистом. Географы, видя и наблюдая лишь то, что поддается сегодняшнему измерению, утверждают, что изменились степи, пала плодоносность чернозема, степи уже не степи, изменилась растительность благодаря земледелию и выпасу скота, прошел процесс эрозии почв, и что нынешний век – значительный упадок в отношении людей к ландшафтам. Да, изменилось многое, но разве подобные изменения удел только двадцатого века? Антропогенные ландшафты известны с глубокой древности. Египтяне освоили заболоченные долины Нила шесть тысяч лет назад. Шумерийцы провели каналы, осушив междуречие Тигра и Ефрата примерно пять тысяч лет тому назад. Китайцы начали строить дамбы вокруг Хуанхэя четыре тысячи лет назад. В конце первого тысячелетия до нашей эры иранцы научились использовать грунтовые воды, проводя подземные шурфы для орошения своих участков для собирания обильного урожая. Полинезийцы привезли на свои острова сладкий картофель из Америки. Раньше, чем туда, отправились европейцы истребили птицу Моа в Новой Зеландии. Козы, разведенные эллинами, съели всю пышную растительность Пелопонеса, сделав там экологическую пустыню. Было ли это однозначно прогрессом? Историк скажет «да», но вряд ли это так, и вряд ли возможен прямолинейный ответ. Человек составляет неразрывное целое с тем биоценозом, с которым справедливо связывает свою будущность каждый этнос. История полна примеров регенерации природы, но тогда мы обычно не досчитываемся какого-либо из существовавших этносов. Этническая жизнь небезразлична к биоценозу и не может изучаться отдельно от географии и истории биосферы. И тогда нам остается признать, что Великий Вернацкий, сформулировавший несколько законов биосферы, имел полное право на понимание нами того, что вся история человечества — неразрывная часть в колебаниях мировой биосферы. Несознание людей управляет природными процессами, хотя я и привел примеры зловредного направления умов, оказавших воздействие на историю. Но сложность взаимоотношений, истории, географии и этногенеза столь велика, что должна быть сделана подробная карта подобных взаимоотношений. А до этого необходимо сделать обобщение, написав один или несколько ученых трактатов на эту тему. Что я и старался сделать.